Здравствуйте! В эфире телеканала CBC и радио CBC FM новости в студии Лили Гусенли. Для начала коротко о главном. Продолжается реализация программы великого возвращения бывших вынужденных переселенцев. Сегодня еще 17 семей. В общей сложности 63 человека отправились в родной город Лачин. Окупация является камнем преткновения на пути к достижению мира в регионе. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные голландские высоты, принадлежащие Сирии. Расширение охвата среднего коридора, его перспективы и формирование тарифной политики на будущий год обсуждены представителями Азербайджана, Грузии и Казахстана на заседании рабочей группы. Для роста функциональности маршрута разрабатывается концепция цифровизации. В рамках программы «Великое возвращение» сегодня еще одна группа бывших вынужденных переселенцев направилась на постоянное место жительства в Лачин. На этот раз в город возвращаются 17 семей. Подробнее смотрите в следующем материале. Свободный Лачин продолжает принимать своих исконных жителей. Этого дня они ждали с нетерпением 31 год, на протяжении которого были разлучены со своей родиной и расселились в различных регионах страны. Их мечта сбылась. Этот день настал. И в родной Лачин возвращаются жители. И останутся жить там навсегда. Я очень рада, но мне трудно выразить свои чувства словами. Понятно, смогут люди, тоскующие по земле. Мне было 19 лет, когда я покинула свои родные края. Спасибо нашим солдатам. Теперь мы возвращаемся домой. Слава Аллаху, что мы увидели освобождение наших земель от оккупации. Да упокоит Аллах души героев, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана. Желаю здоровья нашим солдатам и офицерам. Сегодня, благодаря им, мы возвращаемся в родные края. В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в реконструированный город Лачин. Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в родные места из жилого комплекса Гобу-парк-3 в городахском районе города Баку. На данном этапе в город Лачин переселяются еще 17 семей, в общей сложности 63 человека. Лачинцы поблагодарили президента, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, первую леди Мехрибан Алиеву, за всестороннюю заботу. Выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим земли от оккупации. С глубоким уважением почтили память героев, отдавших жизни на этом пути. После освобождения Лачина мне не терпелось переехать туда. Моей самой большой мечтой в жизни было вернуться на родину. Хочу выразить благодарность верховному главнокомандующему, подарившему нам эту радость, преклоняя голову перед всеми героями. Желаю здоровья доблестной азербайджанской армии, солдатам и офицерам. В настоящее время в городе Лачин обеспечено постоянное проживание в общей сложности 363 семей, а это 1389 человек. Созданы все условия для проживания семей бывших вынужденных переселенцев в домах, из которых они некогда были изгнаны армянами и которые после освобождения Лачина от оккупации были восстановлены или отстроены заново на основании поручения главы государства. Перед у него Лива, Анна Ралиев, CBC. 7 ноября представители армянской диаспоры, а также члены проармянской организации при участии европейских парламентариев провели конференцию в Брюсселе, на которой обсуждали права карабахских армян. Среди спикеров были адвокат Луис Морена Кампо, соучредитель института Лемкина Виктория Масимина и небезызвестный Каспар Карампетян, глава Организации Европейская Армянская Федерация за справедливость и демократию, превративший главный орган ЕС в место продвижения армянских интересов. В Европейском парламенте вновь решили не изменять укоренившейся антиазербайджанской традиции, на этот раз посредством армянских диаспорских организаций, которые решили возобновить деятельность так называемой платформы «Европейцы за Арцах». При содействии в Брюсселе прошла конференция на тему «Права армян Карабаха и Европейский союз». Ее организатором выступил кипрский депутат, член социал-демократической фракции Костас Мавридес, а спикерами – постоянный посол Армении при ЕС в Бельгии Тигран Балаян, международный правозащитник Гарник Киркариан, бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Марена Агампа, соучредитель института Лемкина Ирин Виктория Масимина и руководитель действующей в Брюсселе Европейской Армянской Федерации за справедливость и демократию Каспар Карампетян. Данная конференция была посвящена сложившейся после войны 2020 года в регионе ситуации, где особое внимание было обращено на роль и обязательства ЕС в этом направлении. Сейчас достаточно открытый мир, много информации, у людей есть доступ к получению любой информации и не удается прямо запудрить мозги тем же европейцам о событиях на Южном Кавказе. Люди видят альтернативные и правдивые источники и могут свое умение сформировать. Люди вернутся в Карабах, начнут мирно существовать, работать, жить дальше. Это разобьет все планы, что нынешнего руководства Армении во главе с Пашиняном продажен, что коррумпированных чиновников в Европе в их попытках представить Азербайджан агрессором, в их попытках придумать историю очередного геноцида армян. В Баку уже привыкли к однобокой позиции органа ЕС в вопросах, касающихся Азербайджана и ситуации на Южном Кавказе. Многочисленные необоснованные антиазербайджанские резолюции, принятые в стенах Европарламента, давно подтвердили факт очевидной их проармянской направленности данной структуры. Одним из авторов идей таких резолюций всегда выступал глава Европейской Армянской Федерации за справедливость и демократию Каспар Карампетян. Уроженец Греции с армянским и люксембургским паспортами не раз занимался подкупом европейских чиновников. Помимо лоббирования армянских интересов в стенах законодательного органа ЕС, крестный отец армянской мафии в Бельгии еще занимается вопросами алмазного бизнеса. Там он приобрел известность, в частности, за счет поставок Европы полезных ископаемых из конфликтных зон Африки и их незаконной сертификации. Приобретя ювелирные бутики в Бельгии, Карампетян создал криминальную сеть торговли алмазами, построенную, как известно, на крови. Он контрабандными путями переправляет цветные бриллианты из конфликтных зон Африки в Бельгию, организует их обработку, а затем эти бриллианты сертифицируются по коррупционной схеме и отправляются в брендовые бутики по всей Европе. Это позор для всей Европы. Тем более позор, что это грязные, кровавые деньги. Это деньги кровавого алмазного барона Каспара Карапетяна. А с чем связана его экономическая активность, тоже в Европе известна. Это человек, который добывает алмазы в Африке и потом перепродает их в Европе. Что связано с рабским трудом детей, с использованием нелегального труда, с многочисленными нарушениями трудовых прав и прав человека, с поддержкой кровавых диктатур в Африке, а в Европе, уже непосредственно в Европе, с процедуром отмывания денег и наращивания серой экономики. Каспар Карампетян и созданная им Европейская Армянская Федерация за справедливость и демократию долгие годы привлекала европарламентариев на ранее оккупированные территории Азербайджана. Сегодня же вопросами сохранения в европейской повестке тематики армян Карабаха занимается так называемая организация «Европейцы за Арцах». Отметим, что раньше данная платформа служила инструментом для признания независимости сепаратистов в политических институтах европейских стран. Европейский парламент давно потерял свой авторитет. Вместо обсуждения проблем внутри самой структуры европарламентариев стало беспокоить судьбу армян Карабаха, вопроса, который касается только Азербайджана. Как бы там ни было, у подобных организаций нет никаких перспектив. Отдельные парламентарии, пытающиеся очернить Азербайджан, не имеют возможности вести свою деятельность, идущую вразрез с международным правом, которое, как известно, полностью на стороне Азербайджана. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкин позвонил президенту Азербайджана Ихаму Алиеву. В ходе телефонного разговора глава государства заявил, что недавние высказывания и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб Азербайджана американским отношениям. Ихам Алиев дал понять американскому дипломату, что мирная повестка без Азербайджана невозможна. Подробнее тему обсудим с гостем. К студии подключается Риат Эфенди, профессор, бывший преподаватель университета Техаса. Здравствуйте, Риат Мялим. Здравствуйте. Итак, мы можем видеть, что в Вашингтоне резко поменяли свою риторику. То есть можно сказать, что они осознали, что попытки оказать давление на Азербайджан ни к чему не приведут. С чем вы связываете смену риторики Соединенных Штатов? Можно ли сказать, что они осознали свои ошибки? Я бы не сказал, что произошла какая-то резкая смена риторики. И в первом случае, и во втором. Надо понимать, что в Соединенных Штатах внешняя политика формируется не только кабинетом министров, во главе которого стоит президент. То есть исполнительной власти, но также и Конгресса. И точки зрения Конгресса и исполнительной власти совсем не обязательно будут совпадать. И очень часто они разнятся достаточно резко. Последние смены влияния на американо-азербайджанские отношения как раз были обусловлены слушаниями в Конгрессе. И в Конгрессе были и есть, к сожалению, ряд конгрессменов и сенаторов, которые настроены крайне проармянскими. И им удалось продавить определенные поправки, которые были направлены против азербайджан. Возникает вопрос, почему представители Госдепартамента, присутствовавшие на этом слушании, не смогли убедить их, потому что это не была их целью. Они вынуждены подыгрывать Конгрессу, потому что они не желают антагонизировать его. Потому что с этим самым Конгрессом исполнительной власти в Соединенных Штатах придется совещаться и приходить к соглашениям по очень-очень многим разным вопросам. Поэтому исполнительной власти пришлось пойти на какое-то соглашение с Конгрессом, которое было не в пользу Азербайджана. Но вместе с тем политика Соединенных Штатов как исполнительной власти в отношении Азербайджана не изменилась. Точно так же, как и всегда, Соединенные Штаты поддерживали и поддерживают территориальную целостность Азербайджана. И точно так же они ценят помощь, которую Азербайджан оказывает и Украине, и Израилю. Обеспечивает также энергетическую безопасность Европы. Об этом в Соединенных Штатах никто никогда не забывает. Просто в какой-то момент риторика может слегка меняться в силу именно этих соглашений или противоречий с Конгрессом. Поэтому я бы не придавал такого уж значения вот этим последним развитием, связанным со службами Азербайджана. Риат Малим, вы сказали, что по своей сути позиция США относительно Азербайджана не изменилась. Однако президент Ихам Алиев заявил, что все-таки Азербайджанно-американские отношения потерпели определенный ущерб. Как вы считаете, смогут ли теперь отношения вернуться в прежнее русло до этих деструктивных высказываний и шагов? Естественно, они вернутся. И именно в силу того, что такое происходило уже не раз. Примерно, не знаю, 5 или 7 раз, извиняюсь, 5 или 7 лет назад было такое же охлаждение в отношениях между Соединенными Штатами и Азербайджаном. И они вновь вернулись очень скоро на высокий уровень. Точно так же они вернутся и сейчас. Мне кажется, что гораздо больше сейчас зависит от реакции самого Азербайджана. Потому что в настоящее время, судя по новостной ленте, реакция некоторых азербайджанских, именно новостных каналов, была чрезвычайно, я бы сказал, обиженной. По счастью, это не проявляет ни МИД, ни офис президента Азербайджана. Но если читать именно новостную ленту азербайджанскую, то создается впечатление, что американцы сначала ослепли, а потом буквально через несколько дней прозрели. Но, естественно, это не так. Однако вы сами упомянули, что периодическое охлаждение со стороны США имеет место быть. Почему мы наблюдаем такую непостоянную политику Соединенных Штатов? Я бы не сказал, что она непостоянная. Соединенные Штаты, как и любая другая страна, руководствуются собственными интересами. И в их интересах не является установление истины или поддержка права дела. В интересах Соединенных Штатов, как и любой страны, продвижения собственной позиции, создания климата наиболее благоприятствующего американскому народу и американской структуре. Поэтому очень часто может быть, что их, я должен сказать, наши, поскольку я гражданин Соединенных Штатов, наши интересы совершенно не должны совпадать с интересами каких-то отдельных стран. В том числе это бывает и в отношении Азербайджан. И тот факт, что охлаждение бывает достаточно редко, это на самом деле огромный плюс для отношений Азербайджана и Соединенных Штатов. Потому что можно назвать очень много стран, в отношении с которыми такие охлаждения бывают гораздо-гораздо чаще. Спасибо, Риат Меллим. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо вам. Всего доброго. Напомню, что на прямом подключении со студией был Риат Эфенди, профессор, бывший преподаватель Университета Техаса. Продолжаем выпуск. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные голландские высоты. За документ проголосовала 91 страна. 8 государств, в том числе США и Великобритания, выступили против. 62 страны воздержались. Резолюция состоит из 8 пунктов. Первым из которых является заявление о том, что Израиль до сих пор не выполнил резолюцию Сайта безопасности ООН от 1981 года, требующая отмены закона, устанавливающего израильскую юрисдикцию над голландскими высотами. Помимо этого, в резолюции содержится требование, чтобы Израиль ушел к линии, существовавшей по состоянию на 4 июля 1967 года. Также в документе есть указание на то, что эта оккупация является камнем преткновения на пути к достижению мира в регионе. Кроме того, Генеральная ассамблея ООН призывает Израиль возобновить переговоры на сирийском и ливанском направлениях. Принадлежавшие Сирии голландские высоты были захвачены Израилем в ходе шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял закон, который провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Израиль освободил 30 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением «Хамас» о гуманитарном перемирии в секторе газа, сообщает Reuters. Пятая группа освобожденных палестинских заключенных включает 15 женщин, 15 детей и подростков. Ранее сообщалось об освобождении палестинской группировкой «Хамас» 12 заложников, среди которых 10 израильтян и 2 гражданина Таиланда. Их доставили вертолетами Цахал в больницы на территории Израиля, где они пройдут медицинское обследование и воссоединятся со своими семьями. Тема продолжим с гостем. К студии подключается Дмитрий Бриджи, политолог. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, армия обороны Израиля заявила, что все заложники, захваченные радикальным палестинским движением «Хамас» 7 октября, будут возвращены домой или в рамках соглашения о перемирии или в ходе боевых действий. На ваш взгляд, какой вариант наиболее вероятен? По последним данным, мы наблюдаем то, что арабские страны помогают, чтобы было решение по поводу заложников, которые у «Хамаса». Конечно же, это важно для того, чтобы было какое-то временное прекращение огня с другой стороны, из-за того, что как раз же во время обмена заложников, во время, когда обмениваются заложниками между «Хамасом» и израильской стороной, происходит прекращение огня. Это как раз полезно для мирных жителей, которые находятся на территории сектора газа, это дети и женщины. И, конечно же, мы пока наблюдаем то, что тенденции, то, что даже заявления Европейского Союза, многих арабских стран, они поддерживают продолжение и прекращение огня, обмена заложниками между «Хамасом» и израилем. И видят в этом определенную позитивную точку, которая может в дальнейшем повлиять позитивно на ситуацию на территории сектора газа, с одной стороны, с другой стороны, помочь полностью освободить заложников, которые у «Хамаса», и таким образом решить часть проблем. Также «Хамас» уже заявил, что хочет продлить перемирие с Израилем в секторе газа, использует для этого все имеющиеся козыри на переговорах. Об этом сообщил во вторник член политбюро «Хамас» Гази Хамад. Согласится ли на это Израиль? Мне кажется, да, потому что пока что у «Хамаса» есть сейчас заложников. Мы видим давление стороны Европейского Союза и даже с Америкой, чтобы было какое-то временное прекращение огня. Конечно же, Израиль полностью не пойдет на уступки «Хамасу». Это важно понимать. Дальнейшая будет наземная военная операция на территории сектора газа. Пока не будет уничтожена инфраструктура «Хамаса», потому что мы наблюдали за заявлениями израильской стороны, которые видят, что операция не будет прекращаться, пока не будет полностью ликвидирован «Хамас» на территории сектора газа. Поэтому это временное прекращение огня, конечно же, в большинстве полезно для мирных жителей, потому что многие страны требовали прекращения временного огня. ООН, арабские страны, чтобы можно было помочь мирным жителям, чтобы мирные жители могли спокойно в это время существовать. И, конечно же, в дальнейшем, опять же, будет эскалация. Мы сейчас видим, что эскалация продолжается. И в дальнейшем только мы будем видеть то, что операция израильской армии будет продолжаться, пока не приведет к какому-то результату. Конечно же, важно понимать, что полностью уничтожить «Хамас» будет нереально, невозможно. Потому что, во-первых, стопатическое крыло находится не на территории сектора газа, во-вторых, тоннели, которые под сектором газа, их не просто так будет репетировать, это и в прошлой войне было. Сейчас же, то это уже намного сложнее, потому что «Хамас», как сам «Войное крыло Хамаса» было готово к этой войне, у них были подготовки. Поэтому, что это уже сложная, непростая война для израильской стороны, которая будет затягиваться, которая будет зависеть от многого от стратегии израильской армии на территории сектора газа. Какая стратегия будет использоваться по поводу тоннелей, по поводу «Хамаса», в дальнейшем успех ее или провал также будет зависеть на политическое будущее Бенемина Натальяху, потому что от этого будет зависеть его политическая карьера. Вы верно подчеркнули, что основная цель Израиля, как они и заявляют, это именно уничтожение «Хамаса» как организации в целом. Однако мы также знаем, что основным мотиватором, можно сказать, что было именно освобождение заложников. Если все-таки все заложники вернутся, можно ли сказать, что Израиль все-таки начнет рассматривать вариант остановления военных действий? Вполне возможно, потому что в прошлой войне то же самое было. Конечно, эта война отличается от прошлого войн, которые были между «Хамасом» и «Израилем». Но все равно понятно, что, как я сказал, полностью ликвидировать «Хамас» будет невозможно из-за того, что есть политическое крыло за границей, из-за того, что «Хамас» имеет поддержку на территории сектора «Газа», несмотря на то, что есть исчезает население на территории сектора «Газа», которое не поддерживает действия «Хамаса» и видит в этом определенную проблему для себя. Но, несмотря на это, все равно же «Хамас» имеет поддержку. И эта поддержка связана с жителями сектора «Газа». Поэтому полностью ликвидировать «Хамас» будет невозможно, потому что «Хамас» использует почву населения, которое находится на территории сектора «Газа» и также является уже как бы частью сообщества, общества палестинцев, которые проживают на территории сектора «Газа». Поэтому в дальнейшем «Израилю» придется как-то менять ситуацию на территории «Газа». Возможно, при поддержке арабских стран, арабских государств, которые заинтересованы в позитивных изменениях, чтобы были политические изменения на территории, которая контролируется Палестиной. Потому что мы видели заявление Махлудабас, которое говорил, что будут президентские выборы, будут политические реформы. И эти реформы как раз и, возможно, как-то будут решать проблему, связанную с «Хамасом». Мы с вами уже отметили роль арабских государств, однако стоит затронуть и роль, которую в этом вопросе играет США. Согласно определенным сведениям, госсекретарь США Антони Блинкин планирует на этой неделе вновь посетить Ближний Восток. Как бы вы оценивали усилия именно Америки, которые были направлены на решение этого вопроса? Были ли они успешными и стоит ли ожидать чего-то большего от них? Я считаю то, что, конечно же, действия США важны, но они идут в большинстве в поддержку Израиля. Не в поддержку решения двух государств, чтобы палестинцы были своими государствами Израиля. Конечно, мы видели заявление и изменение риторики США, но все равно же все идет в интересы Израиля. Пока что нельзя сказать, что США сможет как-то решить ситуацию. Многие говорят, что, возможно, Россия и Китай как-то будут влиять на ситуацию на территории ГАЗа, возможно, в Израильском-Палестинском конфликте, потому что Россия сейчас за решение двух государств и прекращение огня. И, конечно же, это немного отличается от позиций США и западных стран, которые почти поддерживают Израильскую сторону. И, конечно же, это все будет зависеть от дальнейших событий на территории ГАЗа, что какая стратегия, какой стратегии будет пользоваться Израиль, и как дальше продолжать отколадку, будет ли она как-то влиять на регион в целом. Потому что нельзя забывать о Сити-противлении, это Хизбаллаху, Ситы и Ишинские группировки, которые находятся в Ираке и в Сирии. И, конечно же, они имеют тоже влияние на ситуацию. Многие эксперты также считают, что время работает против Израиля. Так, в ООН уже выступление против проводимой Израилем операции становится все решительнее. Согласны ли вы с этим мнением? Конечно же. От продолжения военной операции мы видим, что все больше и больше стран и лидеров мировых начинают выступать против израильской стороны, против того, чтобы Израиль продолжал военную операцию, потому что погибают мирные жители, дети и женщины. И это создает огромную-огромную проблему для Бениамина Натаниаху и для Израиля. Потому что, по последним данным, погибло около 13 тысяч мирных жителей, по данным ООН, и, конечно же, это все будет пользоваться... От этого будет определенная реакция на территории западных стран. То есть, это европейские представители США. Мы уже видим протесты, которые выходят в поддержку палестинцев и прекращение огня, и из-за того, чтобы Израиль не продолжал такую риторику на территории сектора Газа. Конечно же, премия играет против Израиля, поэтому Израиль должен, если они хотят как-то изменить ситуацию, либо пойти на переговоры, либо решать как-то дипломатическим путем ситуацию на территории сектора Газа, потому что любая военная операция не решит ситуацию. Благодарю, господин Бриджи, спасибо за ваш комментарий. К студии подключался Дмитрий Бриджи, политолог. А мы продолжаем наш выпуск экономическими новостями, о которых расскажет моя коллега Анастасия Панарина. Очередное представительство государственной нефтяной компании Азербайджана открылось в столице Туркменистана Ашхабаде. Как сообщил в соцсети ИКС министр экономики Азербайджана Микайл Джабаров, это говорит об уверенности двух стран в долгосрочном сотрудничестве и ожидании взаимной выгоды в энергетическом секторе для обеих стран. В церемонии открытия приняли участие председатель наблюдательного совета Сокар Микайл Джабаров, советник президента Туркменистана по вопросам нефти и газа Ашургулу Беглиев, президент Сокар Ровшан Наджав и послы двух стран. Представителям двух стран также была обсуждена совместная разработка углеводородных ресурсов, месторождения, дослуг. Делегации также рассмотрели текущее состояние сотрудничества области обмена электроэнергии и потенциал участия Сокар в разработке месторождений Туркменистана. Отмечены благоприятные возможности для диверсификации партнерства в соответствии с богатым потенциалом и ресурсами двух стран. Азербайджанские железные дороги выступили с рядом предложений по совершенствованию деятельности Ассоциации транскаспийских международных транспортных маршрутов. На прошедшем ВАКУ заседании рабочей группы по развитию среднего коридора рассмотрены меры, необходимые для определения нового формата сотрудничества. Также обсуждены вопросы формирования тарифной политики на будущий год в соответствии с рыночным спросом, оптимизации цены и условий перевозок по среднему коридору с учетом альтернативных маршрутов и прочей темы. В заседании приняли участие представители железнодорожных и портовых компаний Азербайджана, Грузии, Казахстана и других партнеров. Широко обсуждалось усиление взаимной деятельности в целях дальнейшего повышения эффективности и устойчивого развития среднего коридора. В настоящее время для повышения функциональности среднего коридора разрабатывается концепция цифровизации. Казахстан увеличивает пропускную способность среднего коридора. В частности, за 10 месяцев текущего года объем грузоперевозок через морской порт Курык Казахстана увеличился на 15%. По данным национальной компании «Казахстанские железные дороги», объем перевалки грузов через морскую гавань превысил 1,8 млн тонн. Более 1,2 млн тонн доставлено в порт железнодорожным транспортом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 17%. Порт обработал около 600 паромов, свыше 16,5 тысяч вагонов, около 24 тысяч грузовых и легковых автотранспортных средств, говорится в сообщении компании. С каждым днем роль порта Курык в транзите грузов по среднему коридору растет. Говоря о цепочках поставок в нашем регионе, надо говорить, что мы уже отметили пандемию коронавируса, но кроме того, на нас напрямую оказывает влияние масштабные антироссийские санкции. Как мы знаем, против России с 2022 года были введены рекордные за всю мировую историю санкции. Поэтому в отношении Казахстана и стран Центральной Азии это имеет непосредственно прямой эффект, потому что большая часть наших транспортных коридоров идет через Россию, и сейчас актуальны становятся вопросы девятификации транспортных коридоров, в том числе это напрямую сказывается на производственных цепочках поставок. Для увеличения объема перевалок по транскаспийскому транспортному маршруту Казахстан продолжит развивать инфраструктуру порта Курык. В частности, здесь будут построены объекты для хранения и перевалки зерновой продукции и многофункциональный морской терминал Саржа. Через порт Курык транспортируются нефтепродукты, химическая продукция, металл, товары народного потребления и другое. Обороты в мировой торговле восстанавливаются после недавнего спада. Стимулом служат производство и продажа автомобилей. Однако неоднозначные характеристики экономик в сочетании с растущей геополитической напряженностью делают краткосрочные перспективы весьма неопределенными. Об этом сообщает секретариат Всемирной торговой организации, цитируя новые данные индикатора ВТО по анализу ситуации на мировом рынке. Барометра торговли товарами. Сейчас он составляет 100,7 пункта. Это выше уровня августа текущего года. И говорит о том, что объем торговли товарами вернется к своему среднесрочному тренду по итогам второй половины 2023 года. Индекс торговли продукции автомобилестроения составляет 110 пунктов, компонентами электроники – 109,3 пункта, авиаперевозок – 100,3 пункта. Однако остальные индикаторы не дотягивают до базовой линии в 100 пунктов. Это относится к экспортным заказам, контейнерным перевозкам и торговле сырьем. Международные производственные обытовые цепочки оказались нарушены из-за противодействия отдельных стран процессу глобализации и сосредоточением каналов поставок в руках небольших дружественных групп. Об этом заявила гендиректор ВТО на церемонии открытия первой китайской международной выставки цепочек поставок. Многие обвиняют в перевоях экономическую глобализацию и призывают создать надежные цепочки поставок, которые бы позволили небольшой группе друзей производить и выращивать дома абсолютно все. На самом деле, проблемы, с которыми мы столкнулись, имеют отношение не столько к торговле самой по себе, сколько к чрезмерной сосредоточенности на торговых отношениях. Пандемия и украинский кризис обнаружили слабые места в глобальной сети цепочек поставок. В определенных секторах экономики на их развитие влияет стратегия в области национальной безопасности отдельных государств. Есть риск, что страны откажутся от производительности за счет специализации, а также от опыта в торговле. Есть более оптимальный путь достижения устойчивости – это углубление, диверсификация и рассредоточение цепочек поставок. Барометр торговли товарами, как пояснили в ВТО, отражает в реальном времени траекторию торговли относительно недавних тенденций. Это главный индикатор, который сигнализирует об изменении мировых продаж за 2-3 месяца до выхода торговой статистики. Если он равен 100 пунктам, это означает, что ожидаемое развитие торговли соответствует недавним тенденциям. Индикатор выше 100 пунктов дает основания прогнозировать ускорение роста продаж, ниже – ослабление ее темпов. Приоритетными задачами представительства России в Содружестве независимых государств будут цифровизация и увеличение доли расчетов национальных валютах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на пленарной сессии 11-го Международного форума «Евразийская экономическая перспектива-2023». Панкин указал, что по итогам прошлого года торговля участников Евразийского экономического союза внешними партнерами выросла на 60%. При этом объем товарооборота со странами Шанхайской организации сотрудничества увеличился более чем на 40%. По словам замглавы МИД, позитивными показателями являются и объемы торговли с партнерами по СНГ – Узбекистаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Туркменистаном. Статистические выкладки – наглядный результат тесной координации по самым разным направлениям. Переориентация транспортно-логистических маршрутов, обеспечение энергетической и продовольственной стабильности, создание благоприятного делового климата, стимулирование цифровизации, увеличение доли расчетов национальных валют – все эти вопросы вошли в приоритет российского председательства в органах ЕАЭС в текущем году. Их развитию также будет уделено самое пристальное внимание в рамках председательства нашей страны в СНГ в будущем году. Переход на использование чистой энергии должен способствовать экономическому росту. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЭК Хайсам Альгайс. По его словам, миру нужно понять, что у всех стран свои собственные пути энергетического перехода. Переход к чистому нулю должен расширять доступ к энергии и одновременно снижать выбросы углекислого газа. Энергетическая безопасность и доступность должны идти рука об руку с сокращением выбросов. Это требует крупных инвестиций во все технологии отрасли. ОПЭК считает, что мир должен сосредоточиться на затаче сокращения выбросов, а не на выборе источников энергии. Тем не менее, зеленая энергетика будет иметь все большее значение в мире. По мнению экономиста Алексея Михайлова, уже сегодня развитые и развивающиеся страны признали влияние традиционной энергетики на глобальное изменение климата. На соответствующих международных конференциях участники стремятся создать общее соглашение и компенсировать пагубные изменения. Такой подход избран. И если говорить о том, как зеленая энергетика влияет на экономический рост, то однозначно нельзя ответить, поскольку скорее на экономический рост влияют новые цепочки поставок, которые сейчас активно развиваются в области зеленой энергетики. А также само принятие этой идеи, создание рынка СО2, выбросов углерода, квот на выбросы, тоже будет благоприятно влиять на экономику и на развитие рынка. Но первоначально, на начальном этапе, когда страна только переходит на зеленую энергетику и производит трансформацию, это может вызывать более высокие затраты и снижать темпы экономического роста. Так что влияние на экономический рост неоднозначно. Чем быстрее будет переход осуществлен, тем больше пользы получат государство, экономика и социум в целом. Между тем, стало известно, что власти Объединенных Арабских Эмиратов планировали использовать встречи на предстоящем на этой неделе климатическом саммите ООН для заключения нефтегазовых сделок с 15 странами, сообщает BBC. Агентство отметило намерение государственной компании ОАЭ «Однок», сотрудничать с правительствами стран-участниц саммита СОР-28 в разработке проектов по добыче ископаемого топлива. Султан Аль-Джабер, назначенный президентом климатического саммита ООН в этом году, призвал к поэтапному отказу от ископаемого топлива во всем мире. Но его должность главы СОР-28, одновременно возглавляющего ОДНОК, вызвала критику со стороны политиков в США и Европе из-за предполагаемого конфликта интересов. Конференция ООН по климату СОР-28 пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана сокращена на 56%. Об этом сообщил советник министра энергетики страны Шангыс Ильясов. В числе отстающих нефтегазовых месторождений Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. По словам Ильясова, Минэнерго Казахстана не располагает данными, в какой период времени ситуация может нормализоваться. В ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будут оставаться на текущих уровнях. Напомним, что в связи с погодными условиями и ограничением приема на Каспийском трубопроводном консорциуме суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз снижена до 39 тысяч тонн с 84 тысяч тонн. Каспийский трубопроводный консорциум приостановил отгрузку казахстанской нефти, идущей на экспорт через морской терминал Портановый Российск из-за штормового ветра и сильных волун. В результате резервуарные парки терминала оказались заполнены, и прием нефти от грузоотправителей ввелся в сниженном режиме. 30% платежей населения в Азербайджане осуществляется посредством банковских карт. Генеральный директор мастер-карт по Турции и Азербайджану Афшар Гюрдал считает, что это очень хороший результат. Пять лет назад этот показатель был ниже 10%. По словам представителя компании, Азербайджан является очень важной страной для мастер-карт. Гюрдал также отмечает, что достигнуты хорошие результаты в цифровизации экономики. Упрощена деятельность микро- и малым предприятиям. Мастер-карта Азербайджан помогает местным банкам разрабатывать различные решения, предлагая гибкую настройку способов оплаты и переводов, включая трансграничные расчеты. Ожидается, что цифровизация платежей в Азербайджане будет расти очень быстро и в ближайшие несколько лет превысит 50%. В 2016 году мы реализовали проект с Центральным банком Азербайджана. Впоследствии в 2017 году было подписано соглашение о партнерстве в сфере цифровых технологий. И на этом пути мы совершили большой прорыв в цифровизации, а точнее в цифровизации экономики. Мы добились цифровизации общих расходов домохозяйств. Это было сделано в очень тесном сотрудничестве с Центральными банками. Сегодня оплата возможна посредством бесконтактных платежей с помощью мобильных устройств. Фактически, развитие этой области скорлась благодаря партнерским отношениям, которые мотивируют потребителей совершать такие платежи, а также благодаря нашим решениям, которые позволят принимать карты посредством привлечения клиентов, которые мы в первую очередь называем цифровым. Ну что ж, к этому часу у нас пока всё. Мы будем и дальше продолжать следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. Лейли. Благодарю, Анастасия. Напомню, что о наиболее актуальных экономических новостях рассказала моя коллега Анастасия Панарина. А мы продолжаем наш выпуск. В Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Азербайджана состоялась международная научная конференция на тему «Роль библиотек в мультикультуральном обществе», посвященная столетию общенационального лидера Гейдара Алиева. На мероприятие приняли участие гости из Турции, России, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и других стран. Участники конференции особо подчеркнули, что Азербайджан рассматривает защиту прав и свобод национальных меньшинств, религиозных ценностей, проживающих на территории страны людей, различного вероисповедания в контексте основных прав и свобод человека, являющихся важным принципом мультикультурализма. Мы месяц тому назад, когда были в Анкаре, мы вошли в консорсус, он называется «Тюрк Дюня Сыки Табханларом Факвы». Это фонд тюркских стран, библиотека библиотечная, и мы участники этого консорсума. Кроме того, мы являемся членами Совета библиотек по СНГ. Это три года тому назад мы, будучи в Минске, подписали соглашение, сотрудничество. Основные аспекты, с которыми мы сотрудничаем, в первую очередь международный обмен книгами. Те книги, которые издаются в тех или иных государствах, мы их приобретаем путем обмена. Те книги, которые мы издаем, мы им посылаем. Я рассчитываю на новые связи, новые коммуникации, новое сотрудничество. Мне, конечно, вне всякого сомнения, интересна эта проблема мультикультурная, общество. И, естественно, интересует, что сегодня происходит с библиотеками. Много ли общего между библиотеками Азербайджана и России. Тем более, что проводят эту конференцию библиотека академическая. Академическая библиотека. А это были все новости к этому часу. С вами была я, Леля Гусейнли. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова